Ночью 11 января на углу Старо-Портофранковской торговой обвалился фасад бывшего завода «Полярная звезда», который производил мороженое. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Камни упали на расположенные неподалеку мафы, незначительно их повредив. Еще в начале 90-х предприятия закрыли, оборудование вывезли, а здание бросили на произвол. Впрочем, несмотря на запущенность, оказалось, что у бывшего заводского комплекса есть владелец. Сама же остановку перенесли на несколько метров от завала. Первоочередная задача рабочих – разобрать аварийную стену до первого этажа. Пока работы ведутся в ручном режиме. Тяжелая техника подключится позже. Местные говорят, что ночной грохот разбудил всех в округе. Грохот такой стоял, аж дрожал. И просто стены, и кровати, и все остальное. Серьезно, не только и соседи аж попросыпались. Все, выглянили в окно, вот это вот все утром. Уже в 9 часов, конечно, было все ограждено, администрация была, короче, тут было все уже цивилизовано. Я только легла, и вот это оно все громыхнуло. Но грохот такой стоял, что просто нереально. Мы думали, ну... Напомню, что здание возвели в 1893 году. Тогда здесь располагалась женская гимназия. В 20-х годах прошлого века здесь было техническое училище, где учился Сергей Королев. А уже в 60-х годах здесь появилось предприятие «Полярная звезда». Здание имеет статус памятника архитектуры. По неофициальной информации, ранее территорией интересовался некий застройщик. Планировал построить офисный центр, но охранный статус здания якобы помешал этому.